В минувшую субботу на сцене сельского дома культуры села Натырбова была представлена театральная постановка Народного театра Муза «Подруги» по страницам книги Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо». Это исповедь более 200 женщин, которые в 41-м девчонками мечтали о любви и счастье, а стали солдатами. Всем женщинам, на чью молодость пришлась Великая Отечественная война, сегодня нашими голосами заговорят они, фронтовые девчонки, фронтовые подруги. А может, не было войны? А может, не было войны? И у отца Сашкини Шуран Никто от пули не погиб И не вставал над миром И не боялась кем-то, а мама А может, не было войны? И у станков не спали дети И бабы в гибельных деревнях И задыхались на полях Пошла с плечом на стык ветерей Люди и люди Одним себя по корму хлебом Одно на всех дано на небо Одна земля взрастила нас Люди Одни на всех у нас дороги Одни печали и тревоги Пусть будет сном и мой рассказ Пусть будет сном и мой рассказ Пусть будет сном и мой рассказ А может, не было войны? Не знали немцы в Байтаву И обошел из кожи в плен И мы с самими людьми В Борисе не было без того А может, может, не было войны И шваль, сердецкая игрушка И мы с самими гром, и рам Был не написан Анной Рам Вернем весом, чтобы было бушек Люди, одни в себя мы кормим хлебом Одно на всех, дано нам небо Одна земля взрастила нас Люди, одни на всех у нас дороги Одни печали и тревоги Пусть будет сном и мой рассказ Пусть будет сном и мой рассказ Пусть будет сном и мой рассказ Пусть будет сном и мой И мир ее себе придумал И мы почем уже старше Так плачет в мае от тоски Однажды ночью Однажды ночью Пусть будет сном А может, не было войны И людям все это приснилось Разные чувства Разные чувства бьются в моей душе Восхищение и растерянность Удивление и протест Боль и сочувствие Они пережили то, что мы можем только знать Должны знать Так какие же они были, девчонки 41-го Как уходили на фронт Пройдем их путь вместе с ними Пусть будет сном и мой Субтитры подогнал «Симон» Данное правительственное сообщение началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Субтитры подогнал «Симон» Данное правительственное сообщение началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Данное правительственное сообщение началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Данное правительственное сообщение началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Данное правительственное сообщение началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Данное правительственное сообщение началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. А мы с подругой приехали, хотим вместе воевать. Кто сказал, что у войны не женское лицо? Они шли вместе с нами плечом к плечу, а не с ей. Они перестирали, вытаскивали нас из поля боя, а не ночами стояли у станков, чтобы мы делали эту победу. Они ждали нас. Женщина и война. Оба эти слова женского рода, но как же они несовместимы. На самой страшной войне 20 века женщине пришлось стать солдатом. Она не просто спасала, перевязывала раненых, но и стреляла из наперки. Подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. Она уничтожала врага, обрушившегося. С невинной жестокостью на ее землю, на ее мир, на ее детей. Качается рожь нежатая, шагают бойцы по ней. Шагаем и мы, девчата, похожие на парней. Нет, это горят не хаты, но юность моя во мне. Идут по войне девчат, похожие на парней. Качается рожь нежатая, шагаем и выгодная. Мы вязали дверь. И я наблюдала. И вот я вижу, один немец приподнялся. Я щелкнула, он упал. И вы знаете, как меня затрясло, как меня заколотило. Как меня заслали. Когда по мишеням стреляло, ничего. А тут, как это, я убила человека? Потом прошло это. И вот как прошло. Мы шли. Это было в каком-то небольшом поселке в Восточной Пруссии. И там, когда мы шли, около дороги стоял барак. Или дом, не знаю. Все это горело. Сгорело уже. Одни только когли остались. А в этих оглях человеческие кости. И среди них звездочки обгоневшие. Это наши вленные или раненые. Не могла прийти в себя. Только зло и мщение осталось. Пришла я с фронта, совсем седая. Двадцать один год, а я уже вся беленькая. Я была ранена. У меня была контузия. Я плохо слышала на одно ухо. Мама встречала меня словами. Я верила, что ты придешь. Я молилась за тебя день и ночь. Брат на фронте погиб. Она плакала. Одинаково теперь рожай. Мальчиков и девочек. Он же все же мужчина. Он обязан защищать родину. А ты же девчонка. Я об одном просила. Если ранят, то пусть лучше убьют. Чтобы девушке не остаться калекой. Мальчиков и девочек. 9 июня 1941 года мне исполнилось 18 лет, а двумя неделями позже началась эта проклятая война. Со школьной скамьи мы пошли на строительство железной дороги Гагра-Сухуми. Я запомнила, какой мы ели хлеб. Он был словно ежик. В 1941 году пошла в госпиталь добровольно. Бои шли очень жестокие, раненых было много. Меня поставили на раздачу питания. Это должность круглосуточная. Через некоторое время ранила в левую ногу, скакала направо, наработала. Потом дали еще одну должность сестры-хозяйки. Это тоже надо было быть на месте круглосуточно. 20 месяцев никто не сменял, не заменял меня. Левая нога, опухшая до колена, забинтована. Руки прооперировали. Тоже забинтовали. Голова забинтована. В школьные годы я сдавала нормы ГТО. Но нет еще такого спортсмена, который бы в таком состоянии проскакал 20 месяцев круглосуточно. Я проскакала. Я смогла все. Я справилась. Сейчас у нас все хорошо. Все утопает в цветах, а я измываю от боль. У меня и сейчас не женское лицо. Пройдя войну, я разучилась улыбаться. И когда я пришла домой, Мана меня не узнала. Я ушла из детства в грязную теплушку, В эшелон пехоты, в санитарный взвод. Дальние разрывы слышал и не слышал Ко всему привыкший 41-й год. Какие у нас были девчонки, спрашивайте. У нас была Чернова, уже беременная. На боку несла мину, Где рядом билось сердце ребенка. Вот и разбирайтесь, что это были за люди. История еще сотни лет будет разбираться, что это такое. А вы представляете, беременная несет мину, А ведь она ждала ребенка. Она любила, хотела жить, но она шла. Спокойный взгляд, открытое лицо. Могла бы стать заботливой мамой И любящей женой, а не бойцом. Шагающую ночной тропу упрямо Прошла твоя зернистая стезя Через страны израненное сердце, Когда судьбой начертана не вся, А надо мне с судьбой смириться. После карантина перед принятием присяги Старшина привез в роту обмундирование. По своему росту и комплекции Я оказалась самой маленькой. Рост 153 см, обувь 34 размера. А мне достали сапоги, ботинки, даже ботинки. Американские, тяжелые, 42 размера. С металлическими подковами Во весь каблук и на носках. Я их снимала и одевала. Так, нерашнуровую, прямо через голенище. Тяжелые, и ходьба моя была похожа На все, что угодно, Кроме строевого шага. От моего строевого шага По каменной мостовой Отсекались искры. И я ходила в них, Волоча ноги, по земле. Боже мой! Каким мучительным был первый марш! Командир увидел тогда меня. Как я иду, вызвал. Смирнова! Как ты ходишь? Тебя что, не учили? Поднимать ноги! Объявляю тебе три наряда вне очереди! Я ответила. Есть, товарищ старший лейтенант, Три наряда вне очереди! И повернулась, чтобы идти. А ботинки остались стоять. На полу. Ноги были стерпы до крови, голенища. Тогда-то и выяснилось, Что по-другому я уже ходить не могла. Ротному сапожнику паршеру Дали приказ Шить мне сапоги И старый плащ-палатки Тридцать шестого размера. Когда упав на поле боя И не в стихах, а наяву, Я вдруг увидел над собою Живого взгляда синего. Когда склонилась надо мною Страданья моего сестра, Боль стала сразу не такой. Не так сильна, не так остра. Меня как будто оросели Живой и мёртвой водой. Как будто надо мной Россия Склонилась русской головой. Раненые К нам свозили сразу с поля боя. Как-то привезли, Не помню, где это было, Когда это так было давно, Около 200 человек В один сарай. Я бегала от одного раненого К другому, Не понимая, что мне делать, Потому что все кричали Сестричка, помоги! Больно, помоги! Я бегала, металась Несколько суток И до такой степени устала, Что однажды бежал, Я споткнулась и упала. И тут же уснула. Пришла в себя, Когда молодой лейтенант, Который тоже был ранен, Лежал на одну боку Кричал, Молчать! Молчать! Это кричал он солдатикам, Которые просили помощи. Сестричка, помоги! Я вскочила, Я не знала, Куда мне бежать, В какую сторону, Что мне делать? И вот тогда Я первый раз За всю войну Заплакала. Я только раз Видала рукопашник, Раз наяву И сотни раз в сне. Кто говорит, Что на войне не страшно, Кто ничего не знает О войне. Стирала белье, Через всю байку стирала. Белье привезут, Оно заношенное, Черное, Завшипленное, Халаты белые, А эти маскировочные, Они не белые, Они красные от крови. Гимнастерка, Без рукава, Дырка во всю грудь, Штаны без штанины. Слезами отмывала, Слезами полоскала. И горы, Горы этого белья. И сейчас вспоминаю, Руки по сей день валят. А по ночам Снятся сны, Как это было. Да раз ли словами Расскажешь? Ах, война, Что ты сделала, подло? Вместо свадеб Разлуки не дым. Наши девочки Платьица белые, Раздарились Сестренкам свои. Сапоги, А куда от них денешься? Да зеленые Крылья погон. Вы наплюйте На сплетников, Девочки. Мы сведем с ними Счеты потом. Пусть твердят, Что надеяться не на что, Что идете с судьбой На угад. До свидания, Милые девочки. Постарайтесь Вернутся назад. Пусть твердят, Вернутся назад. Один на один Со слезами, С нежатыми В поле хлебами, Ты встретила Эту войну. И все И все Из числа И бесчеты, Печали, Труды И заботы Пришлись Для тебя На армию. Ты ж, Влад, Затаив Своих Боря, Суровым Путем Трудовым, Весь Брон, Что от моря До моря Кормила Ты Блевого Своим. Холодные Зимы Метели Путой У далекой Черцы Солдат Закрывали Шинели, Что сшило На Собот Левоты. Бросали Семь Грохоти, В дыме Советские Войны В бой И Рушились Вражьи Хренды От Бом Начиненных Тобой. Рубила, Возила, Копала, Да Разве Все Перечтешь, А в Письмах На фронт Уверяла, Ну, Будто Отлично Живешь. Бойцы Твои Письма Читали, И там, На переднем Краю, Они Хорошо Понимали Святую Твою 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое главное на войне оставаться человеком. И эта победа стала великой нравственной победой в эту страшную войну. Женская память возвращает нас на круги милосердия, потому что у войны не женское лицо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда беда нагрянет на стороне, Мужчины умирают не одни, И женщины придумали войну. Но если надо, встанут ли они? И встали, воевали наравне, И подогнёшь ли к раненым бойцам, Чтоб было чуть полегче на войне, Без узких пацанам и их отцам. Девчата, жёны, матери, не вам бы воевать, Ведь он труднее на войне вдвойне. Всё меньше тех, всё меньше тех, Кто мог бы рассказать, Как женщина страдала на войне. Дождись морозы, облески, гранат, В песках рождали пряди и седины, И отступали женщины назад На всех родах безжалостной войны. И с небесом нестыточные цены, Но на юмку не видели они Ни свадебных нарядов, Ни весы, И ни в свои домашние огни. Севчата, жёны, матери, Не вам бы воевать, Ведь он труднее на войне вдвойне. Всё меньше тех, всё меньше тех, Кто мог бы рассказать, Как женщина страдала на войне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На спектакле в качестве зрителей присутствовали председатель Кашхабского отделения Союза женщин Республики Адыгея Зарема Гурижева и член Союза женщин, директор Централизованной библиотечной системы Фатима Хакунова. Добрый день, уважаемые друзья. Мы тут прослезили. Спасибо большое за такое напоминание о войне. Я бы хотела, чтобы этот спектакль сегодня смотрели все. Молодцы, что у вас сегодня связь поколений. Школьница, молодцы. Работников культуры, библиотеки. Зинаиде огромный поклон и рецепт за такие хорошие мероприятия, которые проводятся в вашем сельском доме культуры. За связь поколений. За то, что молодые сейчас смотрят на старшее поколение и учатся добру, милосердию и хорошему отношению друг к другу. И дай Бог, чтобы все ваши близкие, друзья, которые сегодня присутствуют, не видели никаких бомбежек, никаких подвалов, никаких любующих самолетов. Удачи, здоровья, исполнения всех желаний и попозже творческих спектаклей. От имени Союза, простите, Кашхабского района, разреши вручить благодарность Народному театру «Муза» и большой подарок для коллектива. Спасибо большое. Сегодня очень приятно, что сегодня представители из нашего района приехали к нам, Гурижева Зарема и Хакунова Хатима. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня с нами. Мы очень благодарны вам, что вы разделяете наше творчество. В завершении участники мероприятия направились к мемориалу славы и возложили цветы к монументу.